У меня такой совсем простой вопрос, это ученический. Я отсюда, если что-то слышу, вы посадите. Объясните, пожалуйста, еще раз разницу между ядерной нормировочной константой и асимптотическим нормировочным коэффициентом. Обычно у вас в статьях две встречаются. Да, я просто отвечаю. Хорошо, спасибо за вопрос. Сейчас я постараюсь. Для этого мне надо вернуться в работу с Блохин. И когда вы имеете амплитуду, вычет в полюсе вы, естественно, имеете. Если есть полюс, то у нас есть вычет. А если есть вычет, то он определенным образом связан с вершиной константой. Поскольку это и есть как раз вершина. Полюс, это диаграмма, здесь нет доски, у вас две частицы соединяются, образуют некоторое состояние, либо связанные, либо потом распадаются. Вот такая полюсная диаграмма, а вершине как раз и есть G-квадрат. То есть, если вы знаете вычет этой амплитуды в полюсе, то она, естественно, связана с G-квадрат. Ну а что касается асимптотики, то понятно, что распад, это и есть волновая функция, только в импульсном представлении. Вы можете перевести ее в координатное представление, и тогда получат С. На самом деле, это формулы все довольно тривиальные, и это не наша заслуга, что они известны. Если нет вопросов, я хочу одну вещь важную сказать. Вот учет кулонского взаимодействия здесь, он вообще говоря нетривиален, потому что кулонская амплитуда, если ее брать непосредственно исходную, она не аналитична. Туда входит знак энергии, а знак энергии это не аналитическая функция. Вот для того, чтобы ее сделать аналитичной и привести вот к тем формулам, о которых я говорил, и к такому анализу, вы обязательно должны выделить некий фактор, множитель, который не аналитичен. А вот остальная функция аналитична, вы можете ее продолжать. И она выражается через функцию эффективного радиуса. Просто я это не сказал, а это очень важно. Нет вопросов? Замечательно. Хорошо, тогда перейдем.